привет друзья приветствую вас на моем канале я снова в эфире не удалось мне пятницу записать пятничный лог по той простой причине что меня не было в норвегии мне пришлось снова уехать в украину по не очень хорошему делу к сожалению у меня умерла бабушка поэтому нужно было ехать срочно на похороны умерла на воскресенье и так мне повезло что мне удалось купить воскресенье блед на самолет летела я через ригу а как я потом шутила меня спрашивали как мне так быстро удалось приехать искал ну как как маршрутку прыгнула и прилетела в общем на летела я через ригу в два часа у меня был самолет с осло гардемон аэропорт и уже в 20 08 по киевскому времени я была в борисполе хочу с вами поговорить на эту тему как бы она не была грустная но сравнить кое-какие вещи с норвегии как это происходит норвегии у меня уже есть видео который я снимала о похоронах норвегии знаете в том видео я сказала что мне не очень нравится сама организация и способ в общем тот вопрос как норвежцы подходят к похоронам вы знаете после событий которые произошли в моей семье я думаю что мне придется пересмотреть и мои взгляды и все-таки мне кажется норвежцы в этом плане молодцы хочу рассказать почему да и так просто поговорить потому что бабушка жила в селе точнее она не моя прямая бабушка она сестра моей родной бабульки ей было 89 лет чем заснула и не проснулась и хочу просто с поговорить об украинском селе точнее даже не в украинском селе нет не хочу об этом говорить а хочу с вами поговорить о богатстве страны и и конечно же сравнить насколько богата украина и насколько богата норвегия знаете вот такой парадокс интересный был когда мне мама воскресенье позвонила сказала что такая вот трагедия семье произошла я еще не совсем понимала смогу ли я при я прилететь в украину но слава богу билеты были я прилетела и хорошо что я прилетела потому что маме нужна была реальная помощь нас было три человека которые организовала организовывали похороны это я мама и мой брат да ну немножечко сделаю такое отступление я снимала видео на тему похороны норвегии я сказала что норвегии сразу не хоронят нужно какое-то время для того чтобы подготовиться к этому мероприятию все заказать и сделать все как положено а чтобы родственники смогли попрощаться с усопшим поскорбить похоронное агентство этим заниматься можно самому но в основном люди на снимать похоронное агентство который делает это как же это происходит в украине вообще абсурдно похороны были назначены на понедельник умерла воскресенье похороны на понедельник в понедельник нужно было как можно раньше приехать в поликлинику чтобы взять справку о смерти это нужно поехать в райцентр город называется переяслово хмельницкий зайти в поликлинику и там было свидетельство от местного сельского врача вот писала на такую справку и на основе этой справки нужно было взять еще одну справку уже из поликлиники от терапевта нет есть бумажка которую мне вот вы писали что взять справку эта справка нужна для того чтобы предъявить ее потом дальше и там такой кусочек предъявить дальше и наследство и все это дела и там такой кусочек который отрывается это нужно для священника который чтобы он смог сделать эту процедуру отпевания в общем чтобы получить эту справку да я сказал надо обойти 6 кабинетов нужно занести ее потом там они заполняют форму потом нужно обойти врачей поставить подписи печати заверить вы знаете в каждом кабинете хорошо что мы хоть приехали заранее но в каждом кабинете живая очередь и нужно было и проситься что пустите меня без очереди потому что дело такое или стоять в порядке живой очереди и вот меня поразила сама вот эта поликлиника настолько зачуханная все такое еще с советского времени двери вы не поверите двери даже не закрывается потому что то ли поликлиника села в общем щель такая но вся важность вот этих докторить и медсестер которые поликлиника даже не отапливается и вот они с таким видом задранным носом ходили по коридорам прям аж искры из под каблуков сыпались и только ты твоя очередь заходишь а тебе нос засовываешь в кабинет и тебе говорят ну подождите вас не приглашали еще я живу что не видите я говорю по телефону и ты пытаешься объяснить что у тебя такое дело которое ну не может никак ждать нужно как можно быстрее потому что люди ждут и никому до этого особых дел и нет чтобы обойти всех вот этих врачей вот эти шесть кабинетов я где-то потратила ну часа два и под каждым кабинетом мне приходилось просить людей просто пропустить пройти без очереди и я когда ехал в поликлинику мне же давали советы давали рекомендации и мне говорили чтоб ускорить этот процесс ты всем плати но как это так платить это государственное учреждение по закону это все должно быть бесплатно и действительно со мной так разговаривали не подмажешь не поедешь и я вот подумала что если бы я не приехала не успела моей маме бы пришлось это делать это делать потому что мой брат организовывал на кладбище все это там я мы все такое маме нужно было встречать людей которые приходили прощаться ну а я поехала в поликлинику я вот себе представила что если я не приехала моей маме нужно было поехать закрыть дом потому что брат на кладбище мама в поликлинике и я не успела приехать домой как сразу приехал священник увидела эту маленькую бумажку эту справочку что естественная смерть и начал уже свои там дела и мы там и толком и не попрощались при том что нужно было слава богу что мы не готовили еду и это все в селе происходило есть у них сейчас такая услуга кейтеринг кто работает в ресторане кто это знает в общем ребята которые работают на выездах приготовили все привезли накрыли единственное вот мы за это не думали да вот видите а у норвежцев все с точностью наоборот никакой этой волокиты нет есть конечно бумажная волокита но я не думаю что это происходит в тот день или в день похорон но слава богу мир не без добрых людей помогли подсказали привели в последний путь конечно хочется что все любимые и близкие жили вечно но так такому не бывает меня часто спрашивают насчет ностальгии скучаю ли я за Родиной я вот даже посмотрела в интернете что такое ностальгия вы знаете то определение которое было в википедии можно применить каждому человеку потому что не обязательно нужно эмигрировать чтоб у тебя была ностальгия я не скучаю за Родиной как написано в определении вот за каким-то определенным местом я не скучаю наверное потому что мне здесь неплохо я смогла найти здесь место под солнцем но я очень сильно скучаю за детство за той беззаботностью наивностью когда не нужно было думать о взрослых глобальных вещах и я скучаю за людьми которые были в моем детстве к сожалению как бы я не хотела я не могу собрать этих людей и снова с ними пообщаться потому что их просто нет в живых вот за этими людьми я безумно скучаю скучаю за бабушкой своей скучаю за соседями которые жили в той деревне на улице я скучаю за вот этими посиделками когда взрослые бабушки и дедушки садились у кого-то под забором на лавочку с семечками и вот они вспоминали свою жизнь как в детстве нам тогда малынь было не совсем может и понятно но было интересно вот за этим я скучаю а вот за самой страной у меня такого чувства нет ну у каждого этого происходит по-разному и вот знаете богатство страны да, поговорим об этом немного богата ли Норвегия как страна богата ли здесь живут люди в селе два года тому назад к нам в село приехала молодая семья они продали квартиру в Киеве однокомнатную гостинку и переехали там ну как это так с города да и в село она работала в банке кассиром двое детей он работал на стройке и случилось такое что на стройке мужчина глава семейства он упал и сломал своночник сказали что шансов на выздоровление нет будешь ты до конца своей дней парализованным инвалидом он работать не может жена супруга должна уволиться с работы чтобы следить за своим парализованным мужем не за что оплачивать квартиру коммунальной ей пришлось продать квартиру и приехать в село купить дом я вот с ней пообщалась зовут ее Оксана мужа зовут Стас я ее спросила Оксана ну что так плохо вообще что государство вот какие деньги вы получаете она говорит ну мой муж Стас по инвалидности получает пенсию 1800 гривен я как патронажная сестра при нем получает 260 гривен в месяц я не поверила не знаю может она меня обманула но люди живут реально бедно у него ужасное положение у него пролежние все что ниже перелома ничего не функционирует все гниет она говорит я у меня не хватает денег купить ему мази необходимые медикаменты она говорит я уже вообще не говорю о том что что ему нужны памперсы и пеленки и мне денег не хватает поэтому только подручные средства нет специальной кровати нет есть коляска которую государство дало в аренду на 3 года коляска как она сказала не подходит но поменять она ее не может может только поменять ее в 2019 году он корчится от боли потому что лежит на диване который под его же весом прогнулся и и все она говорит что те медикаменты которые например нужно ему или мази чтобы мазать эти раны на неделю допустим не хватает она растягивает их на месяц я говорю ну ты ходила в местную администрацию она говорит да я когда приехала сюда я ходила я просила о помощи мне сказали ничем помочь не можем она говорит и в аптеку ходила потому что есть по закону украины положено что-то бесплатно в аптеке ей сказали что да мы уже есть такое но мы уже давно ничего бесплатно не получали поэтому Оксана говорит я постояла у них поплакала помощи не получила вот так вот и кручусь сама насадит овощи фрукты чтобы как-то выжить держит курей уток я почему-то вспомнила конечно же Норвегию и положение норвежских инвалидов я вам расскажу не понаслышке так как мне пришлось столкнуться с человеком который очень болен который никогда не будет здоров никогда он не вылечится он живет в Норвегии и какие условия у него вот что государство делает для него знаю что он никогда не выздоровеет и не сможет вернуть государству да все то что на него было потрачено у человека сильная форма ДЦП ничего он контролировать не может единственное может контролировать под свои глаза так вот помните я вам рассказывала что меня как-то пригласили посмотреть один ремонт так вот это ремонт был сделан для этого человека инвалида ему переделали полностью этаж под его потребности специальная кровать с подъемниками на потолке в спальне потом в ванной где у него специальная ванная которую можно регулировать высоту у него гостиная где и вообще у него несколько инвалидных кресел для того чтобы сидеть стоять он раз в год летает в Америку на реабилитацию на двухнедельную государство ему оплачивает эту поездку в первом классе ему его родителям потому что они за родителем летают и плюс в нем летит один ассистент единственное что один ассистент вот этот он не летит в бизнес-классе да он летит в эконом-классе так вот все вот эти подъемники все весь этот ремонт коляски столы специально один стоит у него дома один стоит в школе это все оплачивает государство у него четыре ассистента дневных и две ночных сиделки плюс два раза в месяц он может быть в специальном пенсионате пенсии он получает около 18 тысяч норвежских крон пенсии памперсы пеленки идут по синему рецепту это бесплатно могут может он получить в аптеке и я уже не говорю про всякие бандажи на руке который держит тело в стабильном положении это ему делают на заказ специально под его мерки это также бесплатно обувь единственная обувь что первые две пары если заказывать три пары первые две пары родители платят свою часть я не помню какой там процент идет то ли они платят семьдесят процентов от стоимости или тридцать третья пара полностью бесплатно ортопедические пошитые на заказ по специальным меркам такая вот обувь конечно если что-то этому человечку надо это не происходит по велению пальцев для этого нужно делать запрос комиссия конечно рассматривает надо ему или не надо если надо то конечно все это делается и действительно посмотря на все то оборудование которое стоит у него для того чтобы он занимался физкультурой он не занимается это пассивная физкультура это приходят люди которые с ним делают плюс к нему на дом ходят бесплатно это государственный физиотерапевт которые делают свою работу а не просто для галочки и знаете реально понимаешь что без вот этой помощи родителям было бы не то что тяжело воспитывать воспитывать или содержать ребенка и при этом он ходит еще в школу он ведет активный образ жизни несмотря на свое положение он не закрыт на него может быть да пальцами тыкает но он полноправный член общества о нем не забыли к нему ходят с той же администрации нашей проверяют какие потребности что ему надо плюс есть программы специальные компьютерные с помощью которых он может общаться с окружающим миром они достаточно дорогие и одна только компьютерное обеспечение это сама программа чтобы установить на компьютер стоит около двух с половиной тысяч евро вот это все за это все платим государства плюс еще этому ребенку платится пенсия вот эти 18 тысяч крон в принципе это небольшие деньги но как для него это достаточно даже и неплохо вот такая вот забота государства я думаю что поэтому можно судить богатая ли страна Норвегия если она так заботиться о тех людям которые которым нужна помощь богата ли Украина при пенсии 1800 и зарплате под тренажной сестры 260 гривен это даже не смешно и она она пришла просто и плакала говорит я не знаю что мне делать но я не могу опустить руки во-первых ради моего мужа во-вторых ради наших двоих детей одна девочка у нее учится где-то не в селе а второму ребенку 5 лет и она она говорит я уже давно своему ребенку ничего не покупала и снова все вещи это которые отдают люди в общем с тяжелым сердцем я вернулась обратно в Норвегию вчера прилетела поздно поздно ночью три часа добирались сусла потому что такая погода была ужасная но ничего жизнь продолжается нужно не расклеиваться не раскисать а двигаться дальше ребят есть у меня такая просьба к украинцам да просто не безразличным людям если у вас есть возможность помочь семье которую я вам рассказывала этому Стасу напишите мне пожалуйста под видео есть электронный адрес напишите пожалуйста какую конкретную помощь вы можете предоставить например я знаю что им нужен старый компьютер хотя бы да чтобы он или компьютер или ноутбук чтобы он мог общаться с миром или хотя бы прочитать какую-то книгу для этого нужен старенький ноутбук или компьютер или планшет которым можно еще пользоваться ну по каким-то причинам он вам уже не подходит или возможно у вас есть памперсы для взрослых медикаменты вы можете отдать их напишите мне пожалуйста об этом я тогда с вами поделюсь контактами Оксаны и вы сможете договориться как она получит эту помощь давайте не останемся в стороне от человеческого горя я конечно понимаю что может быть уже и надоели эти объявления о помощи но мне кажется что хоть старуха шипокляки говорила хорошими делами прославиться нельзя но давайте все таки поможем чем мы сможем мне со своей стороны тоже обязательно придумаю что можно как им в общем я подумаю над этим вопросом как им помочь может быть самому младшему их семье вещами учебниками книжками в общем у меня время на лето еще есть всем большое спасибо за просмотр всем хорошей рабочей недели не забудьте поставить лайк под видео в общем держите хвост пистолетом до новых встреч пока